Дневной разворот Между прочим, Владимир, не только Старого Нового Года, 13 января День Российской Печати Так что всех коллег-журналистов Заранее поздравляю, потому что завтра в эфире А есть какая-то традиция отмечать День Российской Печати? Ну пока такой традиции не возникло Мы с Союзом журналистов Сегодня уже в три часа отбываем Воречевский район, там есть такое прекрасное старое Село Печали, красивейшее совершенно У нас там выездное совещание, заодно мы поздравим Союз журналистов Кировской области Редакторы районных газет Ну не все, примерно половина редакторов соберется Там несколько членов правления Там у нас будет и такая обучающая программа Будет и дискуссия Мы, я думаю, так работаем, отметим этот праздник Ну и кстати будет дискотека Школу переоборудовали под базу Под такую спортивную Отдых, под базу отдыха Там дискотека в спортзале И там по горну подъем Вообще так все, думаю, будет здорово Пионерские галстуки Да, 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 вот что-то вот такая стилистика Там кто-то здорово это все придумал Надо будет посмотреть Но пока отзывы от этой, вот от печали прекрасной у людей Которые там побывали Ну, День Российской Печати, насколько я понимаю, это тоже такой праздник Со слезами на глазах Ну, что в печатной индустрии в последнее время не все так гладко Не все так хорошо Ты знаешь, назови мне индустрию, в которой сейчас все гладко Нефть, газ, добыча Да тоже, знаешь, не все гладко, судя по всему То есть, как бы, как печатная индустрия, это часть жизни Какая жизнь такая и печать, собственно говоря Ничто никуда не пропадет С районными газетами у нас, конечно У районных газет есть проблемы Есть проблемы, но я думаю, сейчас вот новый состав и правительства И новые люди, которые пришли заниматься этими вопросами Да, в том числе вот Станислав Юрьевич Куршаков Я думаю, что эти вопросы будут решаться Полностью обновленное Министерство внутренней информационной политики Ну, не полностью, там кто-то уже работал в нем Но, тем не менее, как бы, фамилии, да, сменились Голова-то, собственно, Министерство, она абсолютно новая? Или не новая? Министерство возглавляет, насколько я понимаю, сейчас у нас Николай Петрович Куев Куев? Да, он человек не новый, да, человек известный, человек опытный Я перепутал просто Да, как бы, просто статус у него изменился А Станислав Юрьевич человек новый и человек из нашей, как сказать, среды Я думаю, что он позитивно сможет поработать в этом году Вот такими разговорами мы начинаем программу «Дневной разворот» Я сразу же хочу сказать, что сегодня мы вас на откровенный разговор Наши уважаемые слушатели хотим пригласить и вызвать Чуть позже тему обозначим Скажем пару слов о культпоходе, который начнется в 12.05 Сегодня к нам придут в гости сотрудники Кировского драматического театра И мы будем говорить о том, какие спектакли нас ожидают в драме в ближайшее время Вплоть, если успеем, до конца сезона театрального В драме пройдемся Хотя мы, не знаю, может и не успеем В общем, начнем с зимних, так сказать Начнем с зимних постановок Начнем с ближайших постановок Я думаю, что не стоит до конца сезона Я думаю, к нам еще не раз придут Да, как обычно, у нас будет много призов Будем задавать вопросы не слишком сложные Вы звоните 211-101 Главное, не бойтесь звонить Потому что даже если покажется, что вопрос сложный На самом деле, мы вместе ответ всегда найдем Наш телефон работает и в первом часе Безусловно, в дневном развороте 211-101 Еще раз повторюсь Мы хотим с вами исключительно сегодня поговорить И выяснить обстановку Можно сразу вопрос-то зададим? Конечно Вот вопрос, который мы сегодня будем обсуждать Мы в последнее время очень часто говорим Вернее, наши чиновники, наши власти говорят о том Что в Кировскую область нужно привлекать квалифицированные кадры И что наши кадры должны оставаться здесь И студенты должны Вернее, выпускники школ вроде как не должны уезжать в другие города И выпускники вузов должны ехать в районы, в больницы, в школы, в районы Об этом речь идет постоянно, наверное, уже не первый десяток лет Не первый десяток, да Но ситуация с оттоком людей из области, она, по-моему, не меняется Ну нет, она в лучшую сторону точно не меняется Отток продолжается Мы каждый год имеем довольно-таки сильный миграционный убыток Убыль, там по 2000 человек Это уже чистый убыль То есть там уехало, скажем, 20, к нам заехало 18 И качество уезжающих, приезжающих, к сожалению, очень разное В общем, мы сегодня не собираемся там что-то подогревать какие-то, да Чувства настроения Мы просто хотим выяснить такую вот объективную картину Объективную обстановку Вопрос, который хотим обсудить При каких условиях вы бы покинули, так сказать, насиженное место В Кирове, в области, в районе И уехали в другой регион Жить, работать и, собственно, строить свою жизнь там дальше При каких условиях? Да Что нужно для того, чтобы вы решились Вот встать с дивана, собрать чемодан и поехать? И все И слинять отсюда, простить Ну, не просто, не просто слинять, не просто там куда угодно А именно на работу, которая есть, которая вас ждет Мы поясним чуть позже Почему именно такую тему сегодня выбрали Меня, на самом деле, удивило Я вот совершенно не знал, что есть такая программа вообще у нас существует Она с 2015 года, оказывается Ну, видишь, вот эта программа, насколько я почитал Она у нас существует, да То есть она есть И сейчас новый вариант этой программы предлагается Но судя по тем цифрам, которые эти программы обеспечили То есть там в 15-м году 148 человек, да В 16-м году по этой программе переселились 400 человек с копейками Да, в 17-м году 500 человек, да То есть для страны с населением 140 миллионов То есть это просто незаметная вещь То есть для государственной программы Не то, чтобы даже капля в море Это даже не капля, да Молекула воды в море Сотая доля промилле, скажем так, да В общем, программа эта называется Программа внутренней трудовой мобильности Вот так она называется Существует с 2015 года В программе этой участвуют 16 регионов То есть куда можно уехать работать, да Именно уехать-то можно в любой регион Уехать именно под этой программой Где государство отчасти финансирует ваш переезд Да В финансирование, в программу поддержки входят следующее Во-первых, компенсация расходов на переезд Во-вторых, предоставление жилья, выплата надбавок и так далее еще есть Работодатели, которые участвуют в этой программе Получают финансовую помощь для создания условий для переезда специалиста И сумма этой помощи 225 тысяч рублей На одного работника Да Из которых 150 тысяч 150 дает федеральный бюджет, остальные надо найти в региональном Вот И, собственно, вот И, собственно, вот Теперь смотри, Володь, ну ведь понятно же, что если предприятие Государство комментирует 225 тысяч, извини, да За которые это предприятие должно работника поселить Обеспечить ему зарплату там определенную, да Какие-то выплаты, то есть получается так, что для предприятия Цена программа в минус В минус? Почему? Потому что, извини, жилье за 225 тысяч ты никакое не купишь, это точно А съемное просто? Ну, съемное просто Ты поедешь просто ехать, поедешь на Дальний Восток жить в съемном жилье Ну, смотря какая зарплата будет при этом у меня Не знаю, я не уверен бы Как бы, вот, понимаешь, вот я еще до передачи мы вспомнили, да Что ведь очень многие люди, которые сейчас у нас в Кирове живут Ты в том числе, да, ты же не кировский, да, скажем Ты сюда приехал там в какое-то В Заружевского района, да Очень многие люди приехали, вот в советское время Проблема трудовой мобильности была очень Ну, как бы она, ее не было, проблема этой мобильности была То есть люди по распределению после институтов Там после армии куда-то уезжали, оставались где-то что-то еще Комсомольские всякие стройки и так далее Если человек ехал на предприятие, то у предприятия всегда был свой жилфонд У нас же половина города построена предприятиями Это все были служебные квартиры, да, каких-то заводов, каких-то предприятий И не только крупных И была очередь, собственно, на эти квадратные методы Очередь была в основном муниципальная, скажем так, да На крупных предприятиях строили много И люди очень быстро получали жилье Почему активно шли работать и на Лепсе, и на Филейку, и на АЦМ Потому что активно работа шла по строительству И люди довольно быстро получали свое жилье До этого жили вообще жилье То есть вот этой проблемы, как бы ни было, государство об этом заботилось А сейчас получается так, что для того, чтобы встать с дивана и куда-то поехать Надо не просто решение принять, да Надо очень сильно подумать, а потом сесть обратно и, пожалуй, никуда кае не поймем То есть нужно еще материальное подкрепление Да, открыть уверенность Вот возможно, поэтому и решило правительство, что программу нужно пересмотреть Почему мы сегодня решили поговорить-то об этом? Потому что появилось новое предложение Ну там, конечно, предложения-то не слишком существенные Ну, как тебе сказать Мне нравится, что на Дальний Восток миллион рублей там предложено Да, то есть вместо 225 тысяч миллион Это все-таки уже как-то более серьезно, знаешь Ну, давайте перечислим все-таки те регионы, на которые распространяется эта программа Там несколько краев Камчатский, Красноярский, Пермский Приморский, Хабаровский И области Амурская, Архангельская, Вологодская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская И Чукотка, кстати, Ульяновская область участвует Так ведь это области, где требуются специалисты, где развивается промышленность, понимаешь? Специалисты не нужны в умирающей территории Ну, на Дальний Восток, понятно, не то, что умирающая, малонаселенная территория Там, конечно, все будет развиваться А вот так вот, смотри, и Вологодская, там, условно, и Ульяновская Это индустриальные области Там нужны люди, Пермский край Серьезное предприятие Пермский край, там нужны специалисты, конечно Они заинтересованы в том, чтобы к ним люди ехали Итак, давайте пообщаемся Вот мы не сосредотачиваемся только на этих 16 регионах Мы говорим вообще о всей стране Да, вообще просто о трудовой мобильности, скажем так Готовы ли вы в настоящее время И при каких условиях переехать, жить, работать Со всей семьей, если у вас есть семья или нет семьи В одиночку переехать Жить, работать, начать вдалеке От Кировской области, вдалеке от Кирова При каких условиях? Давайте поговорим 211.101 Кстати, опрос у нас есть на сайте kirova.ru На нашей странице ВКонтакте Переехать из Кирова в другой регион Вы готовы? При условиях Дальше шесть вариантов ответа Там будет большая зарплата Там будет возможность профессионального роста Там предоставят жилье Там выдадут мне подъемные Готов переехать без всяких если То есть вот уже готов, прям на чемоданах И я не готов переезжать Тоже вариант ответа Лидирует на данный момент на странице ВКонтакте Почти 30% Там будет, если большая зарплата Тут я хотел бы еще отметить Что опрос такой довольно массовый получился Потому что нам помогли его провести И наши эти друзья Поделились нашим опросом Да, это и красивый Киров И строим Киров Им за это большая благодарность Потому что как бы несколько сотен человек Уже в этом опросе поучаствовало Есть уже первые комментарии На странице ВКонтакте Вот Илья пишет Готов переехать Если будет работа для членов семьи А жилье уже не проблема Это вариант, видимо, такой Как обычно Если есть работа Будет работать не один А будет работать несколько членов семьи Тогда уже Тогда, соответственно, можно жить И на съемном жилье Все вместе, мол, заработаем И с жильем Проблемы не будет У нас тут перерыв на подходе Но мы успеем принять Конечно, да Звонок Пообщаемся с нашим слушателем Алло, добрый день Добрый день Как вас зовут, скажите? Николай Николай Актуальная для вас тема Раз вы позвонили Наверняка есть что сказать Ну, в принципе, да Потому что Летом вот я закончил политех И здесь как-то Хотя Перспективная Специализация Теплотехника Теплоэнергетика Она везде нужна Особенно сейчас Новый день холодно Надо же тепло нам, да Но вы здесь-то работу нашли Закончив Учебное заведение? Нет Я работаю На энергопредприятии Но Не по прямой специальности Как бы сейчас рассматриваются Что туда-сюда Новый завод будет строиться Вот и Новая линия программ А у вас все-таки А у вас все-таки Желание по специальности Да, просто душа Вот к этому делу лежит На кого учился Да, на кого учился Тем и хочется работать Николай Вот такой вопрос А вот вы в курсе того Где вы Как бы В вашей специальности требуетесь Где-то вот В каких-то других областях Ну, допустим ТЭФ Крыма Севастополь Симферополь Это все Специализации Теплотехника Теплоэнергетика То есть Спрос на эту профессию Есть, да? То есть На вашу профессию Вот Сейчас вы говорили Дальний Восток Дальний Восток Тоже будет все развиваться Тоже будет строиться Там сейчас Город Цаолковский Все равно Теплосети надо строить Там целый городок Будет строиться Возле Восточного Правильно? Да Как бы Вот Там я тоже Оставил А там То, что говорите Уехать Ну, в принципе Я и сюда-то приехал Я здесь не родился А вы откуда? Да Я Из Лукоморья Это где? Ну, это если Где Дубзиле Сейчас это называется Югра Югра? А Ханты-Мансийский Автономный, что ли? Да Да А на старых картах Там, кстати, написано Лукоморья Да? Да Если вы так Будете интересоваться Николай, вот смотрите Вот вы уже как бы Поучаствовали, скажем так В такой трудовой мобильности Да? То есть вы из Югры Приехали в Киров Вот когда вы оттуда ехали? Да я просто захотел Потеплее Вот и все Я захотел Да, там Где-то что-то Почему бы и нет Думаю Взял, собрал рулет И приехал А сколько вы у нас Уже здесь живете Работаете? Ну, политех закончил Да То есть наш опорный вуз Опорный Ну, да С 11-го Вот, Николай, смотрите До этого я в Кургане пожил Потом в Туле В Брянске То есть А, ну, география-то у вас Да Ну, то есть вы человек Такой сморелевский на подъем, да? А почему нет? Вот Ну, я в 70 Не, если вы думаете Что если я только вот Прямо из школы Нет, я с 78-го года выпуска По голосу По голосу слышим Что вы человек взрослый Да, мы слышим, что вы человек зрелый Да, уже это В общем, вы в Кирове Засиживаться не собираетесь По большому точке Вы по голосу узнали Что прям по шороху ушей у меня, да? Ну, так нет Ну, понятно Голос взрослого человека Мужской Сформировавшийся В общем, вы в Кирове Не собираетесь надолго оставаться Вы все-таки будете искать Нет, я бы как бы хотел Если То есть Будет нормальная перспектива Нормальное Ну, финансирование Как говорится Работает Тогда почему нет? В принципе, нормально Вишню я здесь По сезону ем Там яблоки Растут То есть Ну, это, конечно Южная, чем Юбра А если склад отдохнуть Кости погреть Так можно тоже И туда поехать Ну, вот вы сейчас Какие-то конкретные варианты И места работы Рассматриваете? Ищите? Ну, да Я вот так Даже уже смотрел Вот этот Дальний Восток РФ Там вот такой вот Ну, гектар, конечно Это мало Если так вот смотреть Для полного Такого хозяйственного цикла А что нужно Чтобы вы взяли Вот и поехали На Дальний Восток Что вы хотели Чтобы это было С твоей стороны Основной фактор Ну, чтобы жилье было Жилье все-таки главное, да? Ну, жилье Место работы Все А коллектив у меня Коммуникабельный Холост, молот И дальше поехали А, вы без семьи Без багажа Ну, так правильно Человек на реке Без маленьких То есть главная проблема Это все-таки жилье, да, Николай? Ну, как говорится Материальное обеспечение То есть если будет работа А работа у вас Я понимаю, так и есть В любом регионе для вас, да? Ну, да, и работа, и то есть Место, где будешь заниматься этими И где жить, соответственно Спасибо, Николай Спасибо большое Не в землянке же жить, правильно Ну, понятно, да Как бы время прошло немножко это Удачи вам 211-101 Ждем ваших звонков Давайте поговорим При каких условиях вы Готовы уехать Из нашего города В другой регион Или, может, вообще за границу Или, может быть, в район Области Да, почему нет 211-101 Время перерыва у нас Пауза небольшая Скоро продолжим Продолжаем наш разговор С вами Повторюсь Давайте пообщаемся На тему Уезжать, не уезжать При каких условиях Может быть, вы уже Вот-вот На пороге стоите И выйдете Сядете В поезд В автобус Вы едете Либо вы никогда Не расстанетесь С родной землей На которой вы родились Я имею в виду Киров Кировскую область Виталий Брам В том числе Поделился нашим опросом Виталий пишет Что не готов переезжать Куда же без вятушки-матушки Ну, отчасти он прав Я в партии Брама В данном случае Я тоже не готов уже переезжать Я пробовал, но у меня не получилось Потому что я хочу обратно У меня мысль уехать Может быть, уехать далеко Она посещала меня, конечно Много лет назад Но это было много лет назад Ну, видишь Ты еще все-таки молотая Года уже к суровой прозе клонят Так, кстати Вот я скорее бы переехал в район Понимаешь? В район? Да, в тихий В тихий какой-нибудь Какой именно? В тихий красивый На юг области? На юг области К тебе на родину, Буржум Буржумский район Прекрасный город совершенно Там с удовольствием Город Столица Столица Южной Рядки Город для тихого детства Город для тихой старости Да? Вот туда бы свою старость Уехал проводить Ну, вернемся, наверное, мы К нашим предложениям правительства Дело в том, что Первая программа На чем была Еще плохая Хочу просто объяснить слушателям Что там ведь приглашались Специалисты Не просто на любое предприятие А на предприятие Включенное в определенный Вестиционный план То есть на новое предприятие Да? То есть Долгоиграющая такая Да То есть как бы Кроме того Были, как всегда, знаешь Куча требований Чтобы предприятие Смогло стать участником Этой программы У него не должно было быть Там задолженности таких-то У них должно быть Там не должно быть Никаких-то увольнений Историй Кроме того Оно должно быть Как бы входить В перечень Как-то инвестиционных проектов И так далее То есть круг-то Был очень сужен сильно Поэтому возможно Так вот и было 150-400 человек Из лет В этом году Как бы предложение Поступило от правительства Сейчас проект Он лежит в доступе Что вот эти ограничения Снять Что любое предприятие Может поучаствовать В программе заявиться Кроме того Любое Даже не слишком Хорошие истории Даже не слишком Хорошие истории Даже там Где происходят Какие-то определенные Сокращения Потому что Но без этого Предприятие не может развиваться На какую-то отрасль В какую-то сторону Начинает развиваться Какая-то страна у него Ходит влево Там надо сокращать И так далее Бывает Кроме того Как бы упрощена система Учета вот этих вот Задолженностей Перед пенсионным фондом Перед налоговой И так далее Вот как бы За счет этого Пытаются расширить круг Предприятий Которые смогут Участвовать в этой программе Я не знаю Насколько это будет эффективно Просто как бы Рассказываю В чем изменение О чем речь идет Не только о том Что повысят там С двухсот тысяч На Дальнем Востоке До миллиона Но и в том Что расширят круг Вот этих предприятий Которые смогут Участвовать в этой программе А вообще Без трудовой миграции Не обойти что ли никак Зачем уж это все Вот если брать Смотрите Как все происходит в мире Да То сейчас как раз Вот весь мир занимается Только тем Что мигрирует То есть это и раньше Было необходимо То есть где-то Ну как вспомни Вот историю даже Нашей же страны Да Где-то находили там Какие-то залежи Полезных ископаемых Там возникали районы Бросали туда все силы Так извини Даже там Даже если брать Еще более ранние вещи Там при Петровской эпохе Когда там нашли Железо на Урале Да Тогда же шло просто Насильственное практически Переселение людей Да В советское время Оно тоже было Как бы недобровольным Большей части Вот Без этого нельзя Потому что люди Должны быть там Где есть работа Работа есть там Где есть в данном случае Либо ресурсы Либо какое-то новое Инновационное производство Или что-то еще Поэтому как без миграции Пообщайтесь с нами Слушатели 211-101 Готовы вы лично Члены вашей семьи Переехать При каких условиях Что вам нужно Жилье В том месте Куда вы намереваетесь Большая зарплата нужна Вам подъемные нужны Либо вы Ничего вам не надо Главное чтобы Вот поскорее Поскорее отсюда Убраться И все будет хорошо На новом месте Вот такая тема У нас интересная Хотелось бы знать Потому что Ну в том числе Есть такой фактор Никто не скрывает Что среди Наверное У многих знакомых Да Есть люди Знакомые У многих людей Есть знакомые Которые ну вот Собираются Подумывают о том Или уже У нас у всех И знакомые Которые приехали Уже сюда Откуда Уже как бы Входят в наш круг Знакомых знакомых Потому что они как бы Ну приехали Пять лет назад Четыре года назад Вот постепенно Осваиваются Мне что интересного Смотри Вот в этом перечне Сколько там у нас Регионов 19 16 16 регионов Почему там Кировская область Нет у нас что Все нормально С специалистами Как ты думаешь Трудно мне как-то оценивать Вот Я вот тоже подумал Смотри Вот вроде получается Ладно Пермский край Там да Там есть где работать Много всего У нас ведь тоже Вроде бы что-то развивают Да Что-то открывают Предприятия Территория Опережающего развития А мы в этой программе Почему-то не состоим И вот опять же Даже посмотреть Да вот Ну извини Без этого наверное нельзя Тут просто рядом Это здание правительства области И у нас там-то все люди Это в основном Какие-то приезжие Тоже трудовая эмиграция То есть как бы Получается что нужны То есть и в управлении Нужны И на заводах Нужны и везде нужны Да А в этой программе Почему-то мы отсутствуем Не знаю Вот даже как-то удивительно При том что у нас идет Постоянный отток населения Убыль населения идет Все 85 регионов страны Включить в эту программу Ну видишь Дело-то в том Что по большому счету Мы можем уехать В любой регион Да и без этой программы Ну да Вот Но эта программа Как бы позволяет Немножко условно говоря Предприятию сэкономить На привлечении специалистов В определенное средство Да Вот поэтому она выгодна Почему мы в эту программу Не вошли Я вот честно говоря Не знаю Я как-то вот сейчас Только об этом Прямо в студии задумался Потому что как-то даже Обидно Ульяновская область Попала Пермская Попала Пермская Все наши соседи Вологодская Да Попала Вроде бы такие нормальные Такие же как мы Вот У нас почему-то Почему-то что? Почему-то считается Видимо что у нас С специалистами все в порядке Ага Вот Ну вот у нас еще есть желающие С нами поделить свои истории Добрый день Вы в эфире в прямом А как вас зовут? Добрый день Антон меня зовут Да И мысли есть Антон Уехал Из поуехавших А вы из уехавших? Откуда вы уехали? Из Кирова Из города уехал Куда? У меня В Москву В Москву Отлично Ага Вы сейчас из Москвы звоните что? Нет У меня там Такая немножко Специфический график работы Что я достаточно много времени Провожу в Кирове То есть Можете родину посещать Довольно регулярно Да Да Ну и что собственно Побудило вас однажды В столицу Сорваться? Скажем так Уехал за большим рублем То есть Причем Целенаправленно не искал Работу И меня просто переманили То есть Смотрите Вы все таки ехали уже На какое-то известное Вам рабочее место Да? Да И поэтому Наверное В большей степени Уехал Ну и конечно Там зарплата Несопоставима А там эти Расходы Несопоставимы? Да Я бы не сказал То есть Ну во первых Меня уже пригласили Как бы с учетом Того что Не обеспечивают жилье То есть Вам обеспечивают жилье? Ну да То есть Там конечно Такой Как это сказать Что-то вроде Служебной квартиры Не отдельная Там трехкомнатная квартира Но все-таки Жить можно Ясно То есть Жильем Как бы вы за счет Организации обеспечены Да? Да Это сыграло свою роль Когда вы принимали решение? Да Да То есть Иначе бы Получается Там С учетом Стоимости Съемного жилья В Москве Да Там Не настолько было бы выгодно Переезжать в Москву А сфера деятельности Поделитесь Что такое Чем занимаетесь? Ну Я занимаюсь Консалтингом Бюджетных учреждений Консалтинг Бюджетных учреждений Довольно редкая у вас Специальность Серьезная сфера деятельности Ну серьезная Довольно редкая И поэтому Как бы с учетом Обеспечения Финансами Бюджетных учреждений Кировской области Не сильно интересно было Понятно То есть За консалтинг Бюджетные учреждения А кто? Консалтинг стоит денег Безусловно Да Ну Мне хочется денежный вопрос Задать Антон Как известно У нас средняя зарплата В Кировской области Порядка 23 22 или 23 Не помню точно 23-22 тысячи А в Москве Средняя порядка 90 По-моему После нас объявили Вот у вас Во сколько раз больше? Чем в Кирове? Да Вот так примерно На скидку Доход Ну вот Давайте будем считать Что у меня как раз Средняя по Москве Средняя по Москве Понятно Средняя по Москве Да Да Гораздо комфортнее жить То есть У меня во дворе дома Искусственный каток Да То есть И это как бы Достаточно Обычная ситуация Для Москвы То есть Прямо во дворе дома Искусственный каток А летом? Летом наверное Футбольное поле Летом у меня Стадион открытия В двух шагах Ясно В общем Антон Слушай А вы человек семьи Или то есть Или вы такой Пока еще Семьей не обремененный Обремененный То есть У вас уже жена? Да Ребенок? Детей нет Нет пока Но вы с женой Жена тоже с вами переехала? Вот С женой тоже Пока вопрос То есть Она как-то Пока противится Поэтому я достаточно Много времени Искирове Понятно Вот теперь понятно Почему вы туда Сюда Ясно Я бы тоже так ездил Куда же вас Если жена здесь Я только Антон Как-то вздохнул Но При вопросе Обремененный Ну вот вы когда Принимали то решение Уехать в Москву Вы же жена то уже были? Да Да И вот Как-то предполагали Вот Как в дальнейшем Ваша семья Туда перебираться будет? Ну Изначально нет То есть Изначально Я так и планировал Что как-то Наездами в Москву Буду ездить работать Вот Ну Честно скажу Как бы Ну В этом смысле Удивило То есть Достаточно Теперь тоскливо Приезжать в Киров Ну Единственное Что только Как бы Радует Что все-таки Допустим На развлечения Цена там дешевле Ну здесь На многое цены дешевле На самом деле Не только на развлечения Да нет Я бы не сказал То есть Обычные такие Траты Продукты Одежда Там дешевле Вот Просто я знаю Мои друзья из Москвы Приезжают обычно Они здесь все посещают Возможные Прикмахерские Косметические салоны Фитнес Зубы Все Вот это здесь Они говорят Что значительно дешевле В Кирове Конечно дешевле Потому что Зарплата меньше Вот В услугах Что основные затраты Это зарплата Понятно А то что касается Товаров Продуктов И так далее Ну в принципе В Москве Примерно так же В общем-то да Ну а если в планах Звание москвича Уже получить Жилье свое приобрести Жену перевести Наконец Прописку Регистрацию У меня в планах есть Есть Осталось чтобы Это стало в планах Жены Ну ладно Успехов вам тогда Да Успехов вам И все таки Чтобы все в вашей семье Было здорово Лада В семье В общем резюмируем Вот главным для Антона Было это Работа Более высокий доход Чем у нас И собственно Предоставление жилья Ну что В общем Все по-человечески Все по-лицки Перерыв сделаем На рекламу Продолжим Николай Голиков Владимир Сметанин Беседуем сегодня с вами 211-101 Такой откровенный у нас разговор получается Молодцы Хорошие нам слушатели У нас вообще хорошие слушатели Надо дать им должное Вот и сегодня просто прекрасные собеседники Так что не стесняйтесь Звоните телефон Владимира только что назвал Что вам нужно Чтоб вы решились Переехать Жить Работать в другой регион При каких условиях Там что-то изменилось Либо вы не готовы Этого делать Вы настолько Любите Место где вы родились Киров Что ни в коем случае Ни при каких условиях Никуда не переберетесь Переехать из Кирова В другой регион Готов если Я напоминаю Опрос на нашем сайте Кирова.ру На нашей странице Вконтакте Варианты Там будет большая зарплата Будет возможность Профессионального роста От рядового сотрудника От руководителя От менеджера И так далее От средней по Москве Зарплате К зарплате Выше средней по Москве Там предоставят жилье Вот как Антону Который дозвонился Недавно в Москве Служебное жилье Нормально Квадратные метры Выдадут подъемные Готов переехать Без всяких Если Я не готов переезжать Немножко подрос процент Готов переехать Без всяких Если Он сейчас на втором месте На нашей странице Вконтакте А на первом месте По-прежнему Там будет большая зарплата Ситуация На сайте Кирова.ру Кардинально Иная Я не готов переезжать Отвечает каждый второй Проголосовавший 50% На сайте На сайте На сайте Да Что думаете вы По этому поводу 211-101 Готовы вы При каких условиях Либо Либо не готовы Мне вот кажется Вот знаешь Вот это вот Расхождение Да Что очень большой процент Вариант Не готов вообще ехать И готов при любых условиях ехать Да Мне кажется это чисто возрастное Потому что вот молодые люди У меня такое ощущение Что они готовы Отсюда сваливать Без всяких условий Лишь бы подальше Да А вот люди Которые уже Ну как наш первый звонивший Да Который уже сидит Внимательно Довольно таки Осматривает Где есть рабочие места Какие там условия На Дальнем Востоке В Крыму Там где-то В центре России И так далее У которого уже есть семья Предположим Да Которая уже думает о том Как трудоустроить свою жену Куда будут ходить дети Чем будут заниматься Комфортно ли в этом месте Другой немножко подход Тогда человек начинает Уже вот эти вот условия Смотреть там Зарплата Жилье Там Карьерный рост Опять же в молодом возрасте Мне довольно таки кажется важным То есть тут разное просто отношение Жизни Либо просто свалить отсюда И там будьте что будет Либо уже конкретно Подумать Обсудить там Ну И прийти вот К конкретному решению Более взвешенному И там уже вот эти аргументы работают Чисто возрастное Мне кажется Различие Ну кстати Есть ведь такие сферы Где Человек наверное не задумывается А сколько ему будут платить А будет ли у него там жилье Например вот Банковская сфера Зарплаты Высокие Высокие Ротация кадров В банковской сфере По стране Она довольно активная У меня один из родственников Уехал в Москву Работает в банке Я не скажу что он там Роскошно живет Потому что жилье приходится снимать И жилье приходится снимать Не за Москвой А в Москве То есть Это дороже То есть как бы тут тоже Варианты эти есть Надо их продумывать И скажем Если он поехал один Ладно он там живет нормально Если бы он был уже с семьей с детьми То я думаю такой вариант бы его не устроил А должность это топ менеджмент Да Топ менеджерская должность Виталий Брав с нами на связи Общественный активист Виталий добрый день Привет дорогие Да Привет дорогие Владимир Сметанин Да Видели твой комментарий у нас Под опросом Что без взятушки матушки никуда Это такой степ Или это чистая правда Это чистая правда Я всегда говорил Я люблю этот город наш Обожаю его И никуда При тех возможностях имеющихся Никуда до сих пор не уехал Не собирается Вопрос почему Вопрос именно почему Виталий Ну это больше вопрос Духовный Ведь на самом деле Там Качество жизни и счастье Оно не столько там Живите От окружающих там Факторов Какие-то физические Будь то там Зарплата Будь то работа Будь то там Дом какой-то И прочая квартира А просто Здесь прекрасная Святая земля Я считаю Мы живем В прекрасном месте В святом месте И здесь очень много Хороших людей Ну да С этим нельзя Не согласиться Да Это самое главное А то что Здесь немножко грязно Но это заслуга Наших устаток Товарищей Вот и все Но их уже практически Нет И я думаю Что с каждым годом По экспоненте Мы пойдем на улучшение На На созидание Виталий Ну смотрите Вы конечно человек Оптимистичный очень Да Слушай Ну вот Это хорошо Да Прекрасные люди Прекрасная земля Там История Все Но кушать Все надо Каждый день Что Кушать Все Каждый день Надо А если семья А если дети Открылись от мяса Если денег не хватает Ну как-то Делать что-нибудь нормальное Больше работаете Если не хватает денег Ну Слушай Ну это хорошо Ты вот сейчас один живешь Да пока еще Я ничего не пропустил Да Я ничего не пропустил Да Совсем Да Но вот когда у тебя появятся дети И когда их надо будет одевать И в школу готовить Там понимаешь Отказ от мяса Ничего не решит Там на основе где-то будет Вот тут Сама Папа Колбасы купи Чупа-чуп Скачуп Папа Ботинки Он не скажет Тебе ты сам уверен Что ботинки Растут как безумные Тогда откуда одеваться Я конечно в качестве Там шутки сказал Но Отчасти Ну Кто Что хочет Он тот и получает Кто что должен Он тот и получает И тот Кто хочет уехать Тот уезжает Вопрос Частливы ли они Там в той же Москве К примеру Зарабатывают допустим 60 тысяч рублей И тратят там 30 рублей На карту Там на аренду Да Допустим Очень многих людей уехало Я не верю Что они очень счастливы Но ведь опять же Виталий Ты говоришь Там они зарабатывают Там условно 60 Тратят 30 Счастливы ли они Так может тоже У них счастье Не в деньгах Может счастье В чем-то другом В Москве Да Там ведь тоже Не просто так Вот как у нас Звонил Антон Да Говорит Там совсем другой Удобный Комфортный город Все для тебя Коток Коток во дворе Стадион Недавнее времени Стоит заметить То есть в Москве Произошли изменения Довольно сильные В качестве Городской инфраструктуры Там в реальности Очень сильно Поменялось И стало намного Лучше Чем было раньше Если вы сказали Там Москву 10-15 лет назад Это был страшный Кошмарный город Ну да Таким и остается Потому что Когда приезжаешь в Москву Пускаешься в этот Катакомб метро И видишь Зонбе людей Которые просто Безмысленно Куда же идут По этому скалату Ну а когда выходишь На вятушки Матушку На святую землю Тебе уже Прекрасно Особенно когда Солнечко светит Как сегодня Сегодня наконец-то Прекрасный зимний день Добрый знакомый И товарищ Дмитрий Шлеев Да Здесь космос Это четко Это космос Здесь прямая цель С космосом Че надо еще Какая там заплата Виталий А люди Вот твоего Самого ближнего Круга общения Много ли среди них Тех Много уехало Много уехало Да А основные Да Мы многие из уехавших Вернулись Тоже признай Да Ну это хороший опыт Не стоит забывать Что можно ехать На год-два-три Получи хорошо Быть в Москве Где совершенно По-другому Выстроены процессы То есть Допустим Даже бизнес какой-то Здесь Можно сделать Десять встреч И получить На выходе ноль В Москве же Одну встречу Потому что ты больше Не успеешь Не успеешь Ну две можно успеть Еще На выходе Какой-то себе Ну знаешь Вот Виталь По своему опыту В Москве можно сделать Успеть две встречи И тоже на выходе Получить ноль Вот я помню Эту свою работу Безумную Когда там ездишь Из одного Сорок первого километра На какой-то еще Это в качестве редактора Автомобильного издания В автомобильном издании С хорошими партнерами Но там на самом деле Там уходит день-два В Кирове Можно сделать Десять встреч И две из них Все равно закончатся позитивно Ну вот видишь Само-то я Что в Кирове все хорошо В Кирове Тем более Многих кто уезжает Из моих там знакомых Я считаю Главный фактор Который играет роль Это Нашей там Городской среды Потому что когда ты выходишь В город Из дома И попытаешь Попросить меня в говно Ногой А ты в него В любом случае попадешь Потому что его обойти Невозможно Тогда ты Первый выск Да ну нафиг Я поехал И многие Вот в этом Эмоциональном фоне Уезжают Слушай Это не такой уж Эмоциональный фон Когда говно Ногой Это не самая эмоция Это на самом деле Жизнь То есть Уезжают они от эмоций Уезжают от жизни От реальности От реальности Ты ничего не назовешь Я предлагаю Придраться немножко Так это хорошая мысль Да Мы же Если у нас там В карте резан Мы берем там Пылесос Швабру И перебираем Симон Тут так же точно Город просто Большая Большой-большой дом Наш дом Самое главное Виталий спасибо За эти слова Виталий Браун Патриот вязкой земли Вот еще Люблю ее Еще Виталий Я здесь с тобой Солидария Сразу сказал Что я в твою партию Уступаю Потому что я тоже Как бы отсюда Никуда уже точно Не уеду Спасибо Спасибо Всего доброго Есть у нас сообщение Огромный плюс Крупных городов Не обязательно Столицы нашей Это возможность Дешево путешествовать В другие города Сел вечерами в пятницу В самолет Погулял в Европе В воскресенье Вернулся обратно Что есть То есть Мы снова возвращаемся К вопросу Нашего любимого Аэропорта Который Когда-то нам обещали Сделать международным Да Даже конкретные Даты озвучивали По-моему В 17-й Даже фигурировал Или в 18-й В любом случае Этот год мы уже прожили Мы уже точно знаем Что он таким не стал И похоже не станет Это безусловно Вопросы транспорта Международный аэропорт Победилово При том что Город Киров Он же расположен Так крайне удобно Да Вот Все тут вокруг 211-101 Есть еще минутка Вы можете с нами пообщаться При каких условиях Вы бы сорвались с места Из города Кирова Переехали жить Куда-то в другой город Кстати Среди моих родственников Есть люди Которые уехали жить Из Кировской области Там в том числе На Урале У меня родственники живут Ну там как получилось Просто семейные пары Организовывались так Что Родственники живут на Урале И соответственно Они перетягивали туда Моих родных Мы опять вернемся К советскому времени Когда на самом деле Вот у меня мама и папа Познакомились в Саратовской области Оба по распределению Он из Пензы Она из Кирова Понимаешь Вот такая география Они познакомились там Они там нас родили И потом вернулись домой Сюда уже То есть я как бы такой В четвертом поколении кировчанин Но родился-то В Саратовской области Потому что по распределению И вот такие вот переплетения Этих из разных регионов Это же было всегда И кстати опять же Как говорят биологи Это же шло сплошное улучшение породы Да То есть смешивались люди Из разных совершенно регионов Да Почему царская семья там Ну да Херела Потому что кровосмешение Там сплошное Из разных регионов Из разных областей И анклавов Конечно Это все идет на пользу Роду-то человеческого Ну давайте Подведем итоги Нашего вопроса Там на самом деле Ничего не изменилось Ну кардинально Наверное По-прежнему По-прежнему лидирует Варианты ответа Там будет большая зарплата Большое довольствие То есть Брам их не убедил Да На втором месте Готов переехать без всяких Если Вот интересно бы пообщаться С этими людьми Почему им Почему они так вот Негативно 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 Там много молодежи Ты с ним поговори Большинство из них скажут Что готов просто Вот сейчас сесть и уехать И не готовы переехать Третий по популярности Ответ И на нашем сайте Кирова.ру Тоже ничего не изменилось По Да Большинство все-таки Голосует за то Что не готовы переезжать Из нашего города Ну на этом Завершаем мы программу Дневной разворот Спасибо тем кто позвонил И пообщался с нами Мы не прощаемся Культ поход Ровно через 20 минут Будет интересно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова